Не спешите выключать видео, думая, что это рецензия на баскетбольный симулятор. Да, я про NBA 2K16 буду говорить, но скорее я бы назвал этот обзор, как современные издатели и разработчики засовывают в игры всё любое, лишь бы привлечь новых покупателей. Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и да, впереди вас ждёт обзор на NBA 2K16. Несмотря на то, что мой канал в основном посвящён пошаговым стратегиям, у меня иногда проскальзывают обзоры и на другие игры, которые, по моему мнению, являются умными, то есть заставляющими думать. Не скажу, что спортивные симуляторы, по моему мнению, являются умными играми, скорее это всё-таки что-то из раздела экшена, хотя соображать тут тоже надо. Но к баскетболу я питаю самые тёплые чувства ещё с детства. Это связано с моим высоким ростом, тем, что я занимался баскетболом и так далее и тому подобное. Более того, неофиты, видимо, не знают, но мой канал начинался именно с гайдов по NBA 2K12 на тот момент. Более того, если вы зайдёте в мой профиль на Стиме, то увидите, что NBA 2K12 – вторая по количеству проведённой в ней часов игра среди всех моих игр. Так что, как вы понимаете, симуляторы баскетбола для меня не пустой звук. К сожалению, 2K не очень любит привносить что-то новое в свой симулятор. И NBA 2K13, 2K14, 2K15, собственно, были про одно и то же. Я даже последние, собственно, 2K14 и 2K15 пропустил, не делал на них обзоры, хотя и играл, потому что рассказывать особо было нечего. И вот выходит, наконец, версия 2016 года, хотя до него ещё больше месяца. И, честно говоря, 2K16 меня очень удивило и поразило. К сожалению, не в игровом плане и, скорее, с негативным оттенком таким. Сейчас я всё подробно попытаюсь вам объяснить. В картинке, которой я оформлю это видео, есть подзаголовок «Путь негра». Это ни в коем случае не оскорбление чернокожих зрителей, которые, возможно, могут меня смотреть. Хотя, некоторый расизм есть в этом заголовке. Но расизм, как ни странно, относится к белым, а не к чёрным в данном случае. Ну, блин, сейчас как это так по порядку начать, чтобы вам стало понятно. Когда я запустил NBA 2K16, я обратил внимание, что игра всячески рекламируется как проект, в котором участвует Спайк Ли. Ну, кто не в курсе, это очень известный американский кинорежиссёр, сценарист, актёр. Из тех фильмов, что, например, я смотрел, могу отметить «Малькольм Икс», «Кровавое лето Сэма», «Олдбой». Ну, известный чувак. Я думаю, какое отношение вообще может иметь Спайк Ли к баскетбольному симулятору? Зашёл, запустил свой любимый режим, MyPlayer. Кто не в курсе реалии баскетбольного симулятора, здесь есть возможность сделать карьеру за одного игрока. То есть вы выбираете амплуа и постепенно прокачиваете игрока и управляете только им одним в команде. Я всегда играю за своего центрового любимого, это моё любимое место на площадке, когда я играю. Моё любимые игроки именно центровые. Ну, центровые, тяжёлые форварды, то есть хоккей Маладжи Ивон и Карл Мэлоун мне в некотором роде ближе, например, чем Майкл Джордан. Ну и вот, запускаю свою любимую карьеру, и тут начинается Санта-Барбара. Знаете, зачем они позвали Спайка Ли? Чтобы он сделал из баскетбольного симулятора Санта-Барбару. Зачем-то, ну, вначале вообще нам показывают видео, где нас представляют актёром, которые играют, Спайка Ли представляют. Тут говорят, мы сейчас навешаем на них камер для моушн-кэпча, и вам типа в игре будет рассказываться ваша история. Зачем это в NBA 2K16? Я реально не понимаю. Более того, эта история никак не влияет на ваши поступки, вы на неё никак не можете повлиять, у вас нет никакого выбора. Да, вам там дают типа выбрать, за какой колледж вы будете играть, потом за какую первую команду в первом сезоне, но это ни на что абсолютно не влияет. На развитие сюжета вы повлиять тоже никак не можете. То есть просто позвали известную личность, чтобы, ну, естественно, заплатили ему денег, чтобы его имя и фамилия было в титрах игры. А игроков заставляют смотреть то, что они не хотят смотреть. Да, там, конечно, можно проматывать. Но проблема в том, что нас не подпускают просто к нормальной обычной игре. Нас заставляют сначала три игры сыграть типа в школе, только для того, чтобы развитие сюжета было вот в этой Санта-Барбаре. Потом заставляют, по-моему, пять игр сыграть за колледж. Потом восемь игр в НБА, причём это называется первый сезон в НБА, типа начальный. Вы там не видите ни свою статистику, ни как ваша команда играет, выходит она в плей-офф или не выходит. Только для того, чтобы показывать между играми вот эти ролики с вашим игроком и типа заставлять вас сопереживать. Почему типа? Тоже прикол. Ну, то есть, в общем, кажется, вроде проект такой дорогой. Игра стоит дорого, в разработку вложили дорого, думаю, и Спайку Ли много денег заплатили. Но как это выглядит? Я запустил игру. Игра подтянула мой профиль из НБА 2K15. Вот этот уродец, который вы видите на своих экранах периодически, это, собственно, мой игрок. Я его таким специально уродливым создал, чтобы не отвлекался. Чтобы мы не отвлекались на его смазливое личико, такой вот уродец, да? Но самое главное, я его создал белым. Белым. А весь сюжет строится на том, что мой игрок черный почему-то. Как это строится? Потому что у меня мама и папа черные оказываются в этой игре. Моя сестра-близняшка тоже черная. Вот обратите внимание, вот это я, а вот это моя сестра-близняшка. Одно лицо практически, да? В общем, мои друзья там все черные. Девушку, конечно, я себе черную нашел, правда, настолько страшную. Прям ужас какой-то. Именно поэтому у меня под заголовок стоит «Путь негра». Я белый, родившийся в семье черных, причем у меня близняшка тоже черная. Иду по пути черного игрока в баскетбол, но при этом какой-то вот альбинос такой. Это настолько разрушает вообще всю атмосферу игры, если хотите. Зачем это Санта-Барбара? А потому что разработчик, ну и в паре с издателем, конечно, думает, блин, мы каждый год выпускаем баскетбольный симулятор, меняем просто цифры в названии. Надо же как-то привлекать новых пользователей. Пускай им не нравится баскетбол, пускай они там сыграют пару часов. Ну ладно, что они купили нашу игру, и мы в отчетности написали, что продажи идут вверх, и все хорошо. И, кстати, между прочим, NBA 2K16 установил рекорд по продаже. Для этого давайте позовем какую-нибудь знаменитую личность. Ну вот в данном случае они нашли Спайка Лим. А раз он режиссер, давайте его заставим снять какую-нибудь такую фигню, которую вставим в игру. То, что она никакого отношения к самой игре не имеет, это совершенно не важно. То, что игрок пока доберется до, соответственно, нормальной игры в режиме карьеры, ему уже не хочется продолжать, это тоже не важно. Главное, что деньги заплачены. Больше двух часов, за которые можно вернуть игру, в стиме прошли. При этом, в принципе, как баскетбольный симулятор, NBA 2K16 все еще неплохо. То есть это сложно испортить. Ставьте режим Simulation, ползунки побольше влево, и вам будет сложно, интересно играть, игроки действуют неплохо. Но пока вы до этого доберетесь, это столько времени пройдет. Я вот смотрю по статистике, чтобы начать просто играть, у меня 7 часов я в игре провел. Ну, в смысле, конечно, нам дают играть, но при этом вы не можете там ни статистику нормально посмотреть, ни посмотреть, что происходит в сезоне. Вам это просто не дают, вам обязаны 8 игр сыграть в самом первом сезоне. При этом неизвестно, проходит ваша команда дальше, не проходит, ничего не понятно. Да, это первая NBA 2K, которая, по-моему, на новом движке выходит, и выходит на новом поколении консолей. Соответственно, там весит что-то под 40 гигабайт. Ну, выглядит красиво, я не спорю. Ну, по-моему, опять же, это не самое главное, но хорошо. Это шажок вперед в плане графики. На игроках появились капельки пота, и даже ручьи пота прям видны отлично. Прям замечательно. Ну, издатели просто убивают желание игрока играть дальше. Кроме того, несмотря на все вот эти телодвижения и то, что игра стоит дорого, они еще и засунули в игру, как говорится на сленге игроков, донат, или донат, то есть вы еще в игру вкладываете какие-то деньги, чтобы лучше себя прокачивать. И меня вот это реально бесит. Есть игры free-to-play, то есть вы бесплатно эти игры скачиваете, и потом внутри игры платите за что-то. Я понимаю вот эту монетизацию. Но когда вы купили игру, заплатив хорошие деньги, то есть сейчас, например, со скидкой, вот идет пока еще, я когда записываю это видео, идет распродажа в стиме, 55% скидка, она стоит 1800 игра. То есть примерно 3000 полная стоимость. А у ужасных американцев NBAT UK16 стоит 60 долларов. И при этом в игре встроена система монетизации, для того, чтобы прокачивать вашего персонажа. А в некоторых режимах игры, есть такие режимы, вы просто не сможете нормально играть без вкладывания еще дополнительных денег. Офигенно. Естественно, игроки не очень хорошо к этому отнеслись. Положительных отзывов только 40% на стиме. При этом, еще раз повторю, в принципе, сама игра не снижает планку. То есть качество игровых действий, симуляции, движение игроков, как происходят игры на высоком уровне сложности, все это отлично. У вас есть челлендж, вам сложно, вы... Ну, блин, интересно играть. Только до этого еще добраться надо. И пока вы до этого всего доберетесь, у вас все желание реально пропадает. При этом игра стоит дорого, а потом еще и будет с вас денег требовать еще и еще. Так что вот вам прекрасный пример того, как разработчики-издатели, мало того, что не знают, как привлечь к себе внимание других покупателей, и зовут в игру зачем-то режиссеров со знаменитыми именами, которые пришивают к игре совершенно ненужные куски и только разрушают атмосферу. Но плюс к этому еще им хочется много денег себе заработать. И они встраивают в игру дополнительную монетизацию. Все это очень плохо. Я думаю, что постепенно серия 2K в дальнейшем будет загибаться, хотя на данный момент альтернативы просто нету. Если помните, раньше была NBA от Electronic Arts, теперь этого уже ничего нету, и 2K последний симулятор. Мне бы просто хотелось, чтобы баскетбольные симуляторы выпускались не ежегодно, да и это вообще любых симуляторов касается, и футбольных, и гандбольных, если таковые есть, ну хоккейных, естественно. Пореже, но с более хорошей проработкой и изменениями в игре, чтобы это всегда было событием. Пока же мы имеем то, что имеем, и, естественно, любителям баскетбола я все-таки не рекомендую 2K16 покупать, ну только если вы не играли ни в один из предыдущих выпусков этой серии. Тогда, конечно, я в этом случае всегда рекомендую последний купить. Последний на данный момент это NBA 2K16. А так, конечно, опять очередное разочарование. Когда же я сделаю следующий обзор на NBA 2K? Не знаю, не хочется, например, NBA 2K17 покупать, не хочется поддерживать рублем таких издателей. Так что на этом путь негра пока заканчивается. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.